Дэнди Дэнди Первый из многих. Дверь за спиной отважного диггера медленно закрылась, и он оказался в кромешной тьме. Так начинаются опасные приключения, в которых, снаряженный каской с лампой и лопатой, рог может проявить свои лучшие копательские качества. Впрочем, лопату он, по большей части, может использовать вместо дубины, с вашей помощью, конечно. Без конца отбиваясь от мерзких существ, неизвестной породы, привидений и скелетов, лабиринты гротов, связанных многочисленными подземными коридорами, диггер должен проходить, используя веревочные лестницы, динамит и лопату. Если вам хватит сообразительности проверить стены лабиринта, то вы найдете тайные проходы, и через один из них попадете в зал полных сокровищ. Но медлить нельзя. В любой момент на искателя приключений может обрушиться потолок, похоронивший под камнями золото и бриллианты. Наш диггер именно из той славной кладоискательской породы, что собрав сокровища одного подземного зала, он не успокоится на достигнутом, а смело входит в лабиринт очередного уровня. Ну ладно, остановимся на этом. Желаю вам удачи пройти эту великолепную логическую игрушку. Я уверен, что каждый из вас знает игру Mortal Kombat 2 на приставках D&D, Sega и Super Nintendo. Теперь мы расскажем об этой игре в версии для Game Boy. Ко мне? 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 Mortal Kombat 2 на геймбой заметно отличается от своих собратьев на Dendy, Sega и Super Nintendo тем, что в бой с Шаоканом вступает не 12, как обычно бойцов, а всего 8. Отсутствуют Джонни Кейдж, Барака, Райден и Кан Лао, а также программисты оставили Шаокана без личного телохранителя, убрав из игры босса Кентару. Но в геймбойской версии остались по-прежнему секретные игроки. Это Джейд, Смоук, Нуб Сайбот. Хотя в игре полностью отсутствует кровь, все Фаталити, Бэбалити, Фрэншипы и Пит Фаталити остались полностью. А в общем, это великолепная реализация знаменитой игры в геймбойской версии. И вот, продолжая нашу тему, мы добрались до приставки Sega и игры, которая называется Duna. Вы когда-нибудь пробовали ощутить в себе силу межпланетного воина? Если нет, то эта игра для вас. Когда-то, давным-давно, первооткрыватели космоса прилетели на Араки. Пробовали на ней всего несколько суток, сняли пробу, занесли планету в Катал и улетели. Если бы они сели на несколько километров ближе к полюсу, уникальное вещество Спайс было бы уже найдено тогда. Но этого не произошло. И об Араксисе вспомнили через 700 лет, когда началась эра изучения и исследования планет с целью расширения границ империи. Группа из восьми планетологов обнаружила целые залежи непонятного вещества, которые они назвали Спайсом из-за слабого запаха корицы. С этого момента началась новая эра, эра межгалактических перелетов. Из Спайса получали особое вещество – меланж. При частом потреблении меланж позволяет предвидеть будущие события. Без этого вещества межгалактические перелеты не могли бы осуществляться из-за всевозможных осложнений, которые теперь умели предвидеть и избежать навигаторы Союза. Спайс стал одним из самых дорогих продуктов во Вселенной. За один его килограмм можно было бы купить дом на Келодане. Планета была признана собственностью империи. Если бы владельцем Дюны был какой-нибудь дом, немедленно разразилась бы война за право владения Аракисом. Вначале вам предложат выбрать один из трех домов, интересы которых вы будете представлять на Дюне. Для того, чтобы вы смогли определиться, кратко охарактеризую каждого из них. Итак, дом от редисов. Родная планета дома – Келодан. Теплая, спокойная, с умеренным климатом. Почва – богатая и плодородная. В последнее время на планете быстро развивается агрокультура и индустриальное предприятие. Дом от редисов имеет глубокие корни и древние традиции. Представители дома – благородные и интеллигентные, заслуживают любви и уважения своих подданных. По последним данным, армия от редисов в замечательной форме. От редисы – очень мирные люди и не нападают до последней возможности, хотя весьма удачно отражают нападение на свои базы. Затем дом Ордосов. Дом – родом с холодной ледяной планетой. Промышленность отсутствует. Товары Ордоса импортируют в ближайшие звездные системы. Дом Ордосов составляет богатые семьи, за счет которых он до сих пор и существует. Ордосы не особенно порядочные и поэтому без зазрения совести идут на саботаж и терроризм. И, наконец, дом Харканенов. Родная планета дома – Гайди Прайм. Планета достаточно мрачная, со средним климатом. Дом Харканенов славится своей жестокостью. Это самый свирепый из всех великих домов. За время управления Арракисом дом скопил необходимые средства для того, чтобы прибрать Дюну к рукам окончательно. Харканины давно используют страх и насилие, чтобы добиться своей цели. Положение в доме не дарится, оно вырывается с боем. Если подчиненный убивает начальника, он наследует его место и состояние. Их военная организация постоянно меняется, поэтому оценить ее практически невозможно. Итак, вы выбрали дом. Подтвердили свой выбор. Цель каждого уровня – разнести в клочья базу врага. Если вы хотите разобраться с управлением, запустите пункт «Тутериал». А пока несколько пояснений. Пешие подразделения можно давить любыми гусеничными машинами. Для этого достаточно направить машину на солдат, и машина проедет прямо по ним. Особо слабонервных прошу затыкать уши, чтобы не слушать хруст. Давка – это не единственная возможность. Пешие подразделения могут захватывать вражеские строения. Это можно сделать тогда, когда индикатор повреждения здания станет красным. Нужно просто приказать солдатам атаковать это здание, и все. Также вы сможете сгруппировать свои войска в один отряд. Для этого выберите подразделение и вместо атаки направьте его на свое подразделение. Теперь второе подразделение будет следовать за первым, пока ему не будет дана другая команда. Ну ладно, на этом мы и остановимся. Удачной вам борьбы за Араки. А сейчас – жуткая-жуткая, но тем не менее логическая игра. А какая – вы узнаете, посмотрев небольшой отрывок из фильма. Жила она в старинном замке и просто не могла обходиться без черного юмора и загробных ужасов. Выходящие из этого последствия просты и понятны. Замок полон привидений, подвал буквально изречен катакомбами, погреб изукрашен человеческими скелетами, сад полон хищных растений и так далее и тому подобное. В общем, поместье полно всякой гадости. Но вот, что-то случилось, и вся эта мерасть начала нападать на членов дружной семьи Адамс. Вот так-то. Не все так уж страшно, решает Фестер, брат главы семьи. Такой лосоватый, в меру убитный мужчина, приятный наружности. Дружба-дружба, а служба-служба. Еще раз решает для себя Фестер. И идет ставить на место некогда любимую нечисть. И вот Фестеру, то бишь вам, разгурия по сплетенному в гигантский лабиринт поместью, придется бороться с некогда обыденными ужасами, одновременно активно шевеляя извилинными серого вещества. Иначе здесь никак. Совершенная игровая система Супер Миндяка. И продолжая нашу тему, мы добрались до Панасоника 3DO. А именно, к великолепной логической игре Сайберия. Или, по-русски говоря, Сибирь. Недалекое будущее. 2024 год. Человечество на пороге мировых открытий. Одним из новейших изобретений были очки. Блэйд. С помощью которых можно увидеть в инфракрасном излучении, сканировать предметы и общаться между собой на расстоянии. И вот однажды парнишка во имя Зак, Супер Вор, украл эти очки. Но вскоре он был в пойму. И перед ним поставили выбор. Либо он работает в полиции, либо тюрьма. Зак соглашается. И через месяц обучения его отправляют на первое задание. В Сибирь. Игра начинается с того, что вас усаживают на корабль противника, где вы встречаетесь с начальством. Но во время договора на корабль начинается нападение. И вы, как истинный герой, начинаете отстреливаться от нападающих из лазерной пушки. После успешного завершения этой миссии вам предоставляется новейший истребитель Fighter 22. Вроде бы, все хорошо. Но на самолете заложена бомба, которую вам предстоит разминировать. Найдя нужную комбинацию и разминировав бомбу, вы покидаете корабль и летите в Сибирь. Во время перелета в плане встретятся семь небольших миссий. Таких, как уничтожение грузовика с топливом на борту военного корабля, освобождение деревни Зубровка и поднятие на борт важного груза, а также уничтожение военной техники. И, наконец, благополучно приземлившись в Сибири, вы приступаете к выполнению задания. Но это не так-то легко. Огромное количество ловушек встретятся вам на пути. Неправильные версии ответов часто приводят и к таким последствиям. А любимое выражение службы безопасности четверо против одного. Так что проскиньте мозгами, поэнергичнее работайте лазером и, наконец, дойдете до этого всех страшивших киборган. Но тут Зака ждет еще один сюрприз. Он узнает, что в нем заложен микрочип, который взорвется через несколько секунд. Узнав такое, Зак смог произнести только два слова в адрес своего шефа. И вдруг киборг предлагает разминировать бомбу. Вы можете не поверить ему. Тогда это придет вот к такому результату. А можете и поверить. Иногда киборг вольется в Зака, и вы отправитесь сместить, а точнее, уничтожать космическую базу, на которой как он становился предателем. Что это? Драк. Жизнь. Где ты? С тобой. С мной. Дэнеран. Драк. 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 Как мы можем это сделать? С вместе. Драк. 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 Продолжение следует... Пара точных выставок по генератору и... А теперь традиционная рубрика «Хелп». Вы удивлены. Вы не видите на моем месте Женю Салтыкова. Это потому, что он много раз кричал... «Хелп». «Мортал Комбо 2». На восьмом поле, когда появится лицо программиста, нажмите вниз и на «Стар». И вы будете иметь возможность подраться с самим Смоком. «Мортал Комбо 3». «Фаталити Найт Волк». «Вблизи» нажать «Вверх-вверх», «Назад-вперед», «Блок». «Фаталити Саб-Зиро». На расстоянии прыжка «Назад-назад», «Вниз-назад», «Игрик». «Фаталити Саб-Зиро». «Комбо Айтла» 12 ударов. «Назад-вперед-левый шифт», «Назад-Б», «Вперед-левый шифт», «Назад-Б», «Вперед-Х». Да, Саберия, конечно, великолепная игрушка. А кроме неё, в магазине «Том Дэнди» появилось много сравнительно новых игр. Ну, вот, например, «Ди». Тоже великолепная и логическая игра. А также «Интерцептор». Ну, сравнительно новые гонки. А ещё появился фирменный диск «Кэнон Фодден». Вы спросите, чем фирменный диск отличается от нефирменного? Тем, что здесь, кроме самой игры и компьютерной заставки, есть ещё клип, который вы увидите чуть попозже. Ну вот, наша передача подошла к концу. Желаю удачи! Дай мне сказать, а! Да новых встреч! Субтитры подогнал «Симон Фодден»! Субтитры подогнал «Симон Фодден»! Субтитры подогнал «Симон Фодден»!